Привет, друзья! С вами Бора! Сегодня я хочу поговорить про комбо. Рассмотрим основные и ситуативные вариации комбинации ударов, а также посмотрим их на живом примере. А перед тем, как мы начнем, я хочу поблагодарить Ивана Мишина за приобретение спонсорской подписки. Добро пожаловать в закрытый могучий клуб! Итак, существует три основных вида атаки в игре. Это легкие удары или же касания экрана, самые быстрые, но наносят мало урона. Средние атаки или же свайп вправо наносят больше урона, но могут оставить вас открытым для контратаки, особенно для чемпионов с уклонениями. И тяжелые атаки, когда сжимаете экран, наносят больше всего урона и не могут быть заблокированы даже автоблоком, за исключением вкачанного мастерства сопротивления. Тяжи занимают довольно продолжительное время для зарядки, поэтому проводить их очень рискованная затея. Что такое комбо? Комбо принято называть комбинацией легких и средних атак. Вы не можете комбинировать тяжелые удары, атаки, удерживая и отпуская палец на экране, однако для каждого правила есть исключение, и об этом мы поговорим ниже. Использование легких и средних атак в разной чередности создает уникальные комбинации, которые имеют различные применения, в зависимости от чемпионов и ячеек с усилениями, с которыми вы имеете дело. Ваша вторая средняя атака или четвертая легкая атака всегда завершает комбо. Комбо на 5 ударов. Средняя легкая, легкая средняя. Стандартное комбо, о котором слышали, скорее всего, все игроки МБЧ. Если перед нами нет проблем в духе дурацких ячейк или неудобных защитных чемпионов, то данное комбо будет наилучшим выбором при атаке и нанесет максимальный урон. Закончив комбо средней атакой и накопив достаточной энергии для использования первой или второй спицули, вы сможете заюзать ее сразу же после того, как свайкните вправо. Средняя легкая, легкая, легкая. Данную комбинацию следует использовать, если ваш противник имеет свойство уклоняться. Легкая атака позволит вам среагировать и уклониться вовремя, если соперник уйдет из-под последнего удара, потому что заканчивая комбо средней атакой, вам не хватит времени на это, так как средняя атака имеет больший тайминг. А еще существуют ребята вроде Ника Фьюри, мистического призрачного гонщика, которым нужно завершать комбо легкой атакой для того, чтобы включить способности. Средняя легкая, 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 тяжелая. Эта комбо работает для осы. Она умеет оглушать врага зарядкой тяжелой атаки после проведения легкой атаки. При этом имеет довольно неплохой урон, и если вы используете осу как брелок к призраку, то я советую вам призадуматься над тем, чтобы качнуть ее хотя бы на четвертый ранг и использовать в качестве спасательного круга, а не брелка. К тому же стоит за нее немного поиграть и начинаешь ощущать, что это очень удобный и легкий чемпион. Сказка. Далее рассмотрим комбо на 4 удара. Легкая, 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 легкая или убийца корга. Используйте данную комбинацию, чтобы сбивать каменный щит корга и при этом не получать отражаемый урон. Как все просто оказалось, правда? Легкая, средняя, легкая, средняя или убийца стража. Используйте данное комбо, чтобы не позволить стражу копить заряды анализа. Или на усилке огнесмесь, когда нельзя повторять одно и то же действие дважды. Средняя, легкая, легкая, легкая. Эта комбо нужно использовать с небольшой задержкой, когда играете против чемпионов, которые умеют уворачиваться. То есть вам не нужно нажимать 3 легких подряд, а нужно с небольшим интервалом это делать. Ваши легкие атаки имеют малый тайминг, что позволит среагировать в случае, когда противник уклонится от вашей атаки. То есть задержка должна быть между вашими легкими ударами, потому что противник может уклониться после второго или третьего удара, не обязательно после четвертого. Средняя, легкая, средняя. Стандартная игра за Корвуса. Используйте данную комбинацию, чтобы сохранить заряды глефы, потому как заряд не расходуется при первой легкой атаке. Ну, это если вы хотите сохранить максимум зарядов для средних и специальных атак. Комбо на 3 удара. Средняя, легкая, легкая. Такое комбо помогает в боях с чемпионами, которые быстро копят энку. В частности, такая тема очень поможет при битве с Гиперионом. Судя по наблюдениям, бот скорее применит спецатаку, когда вы как бы прерываете полное комбо. И если вы только что позволили противнику набрать одну полоску энки, то он практически 100% даст спецатаку. Поэтому, если у вас были проблемы с разводом ботов на спецатаку, то вот этот вариант должен эти проблемы решить. И, наконец, комбо из двух ударов. Средняя, средняя. Используйте данное комбо, когда играете за персонажей, средние атаки которых помогают избегать получения урона от определенных усилков и чемпионов. Ярким примером является Омега, чьи щупальца снижают пассивный урон, наносимый вражескими способностями при ударе на 100%. Речь идет про ребят в духе Электро, Горга. И средняя, тяжелая. Как бы еще один вариант комбо для осы. Вот и все варианты, про которые я хотел вам рассказать в сегодняшнем видео. Надеюсь, что для многих зрителей эта информация оказалась полезной. И если это так, то не забудьте поставить лайк. И написать комментарий под видео, а также подписаться на канал и включить оповещения о новых видосах и стримах. Если же вам есть что добавить по данному вопросу, то буду рад почитать ваши заметки под видео. Также вы можете ознакомиться с изами мастерства по всплывашке в правом верхнем углу экрана. А если и знакомы с данным вопросом, то освежить памяти будет не лишним. Еще я раздумываю рассказать вам про Капитан Марвел в одном из новых роликов. И 50 лайков под этим видео помогут мне скорее решиться. Большое спасибо за просмотр. С вами был Бора. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok